Наступил летний сезон. Традиционно во время летнего сезона отмечается рост кишечных инфекций. Пока такого роста мы не наблюдаем. В настоящее время в больнице находится 25 пациентов с диагнозом «острая кишечная инфекция». Сальмонолиз – «острая кишечная инфекция». Учитывая, что наша страна находится в таком серьезном положении, и рядом Николаевская область, и другие области, в которых есть проблемы со снабжением воды, конечно, угроза возникновения вспышек кишечных инфекций существует. Потому что кишечные инфекции – это те инфекции, при которых возбудитель, их много различных возбудителей кишечных инфекций, в том числе и холера, которая относится к кишечным инфекциям, и холерный вибрион. Все эти возбудители, извините, я неправильно сказала, не источник инфекции, возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека только одним способом – через рот. Воздушно-капельного пути не существует. Один способ – только через рот. То есть с зараженной водой, обсемененной различными микроорганизмами, с зараженной пищей только таким образом. То есть никто не отменял древнего, я бы сказала так, постулата, что кишечная инфекция – это болезнь грязных рук. Это до сих пор существует. Поэтому всегда есть при наличии высокой температуры окружающей среды и проблем с очисткой воды в некоторых областях Украины и доставкой воды, и проблемы с пищевыми продуктами, которые существуют в других областях, ну, наверное, кроме нашей пока. Это нужно все иметь в виду, потому что другого способа заражения нет. То есть человек заболевает, только употребляя зараженные продукты или воду. Заболевание может протекать достаточно тяжело. Если это касается холеры, то оно протекать может очень тяжело. Поэтому в период летнего сезона, начиная с 1 июня, все пациенты, которые поступают в инфекционные стационары Украины, и в том числе и в наш стационар, обязательно обследуются на наличие возбудителя холеры. Всем пациентам, которые поступают с диагнозом кишечной инфекции, всем пациентам берутся исследования на наличие холерного бибриона. Только после этого пациент, который выздоровел, может быть выписан, если у него отрицательный результат. Нужно соблюдать просто элементарные гигиенические правила. Они очень несложные. Это мытье рук, это мытье овощей и фруктов тщательной проточной водой. И употребление продуктов, которые, даже если вы не уверены в их качестве, должны быть термически обработаны. И хранится, конечно, все должно быть в холодильнике. Многие говорят, что с началом войны исчез коронавирус. Он, в общем, не исчез. Просто количество пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией, значительно уменьшилось. В больнице, как почти всегда, находится 35-40 человек с подтвержденным коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию поступают пациенты. Молодые люди, которые не обременены хроническими заболеваниями, болеют более легко. Те пациенты, которые страдают различными хроническими заболеваниями сердца, легких и другими хроническими, сахарным диабетом, они по-прежнему болеют тяжело и, к сожалению, достаточно длительно пребывают в стационаре. То есть количество пациентов меньше, но они все-таки есть. На сегодняшний день 24 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 15 пациентов, которые поступили вот за вчера, позавчера, у которых, которые с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сегодня при получении результатов ПЦР, а у нас своя ПЦР-лаборатория работает, мы уже будем знать, это ковид или это респираторная вирусная инфекция, другой теологии. Вот так. А в среднем, вот последние месяцы у нас так и было, 45-55, сейчас немножко меньше стало, вот сейчас 25-14. Ну и в среднем до 40 пациентов, которые с подозрением. Всего в больнице на сегодня было 115 пациентов. В средствах массовой информации появилась информация о возникновении обезьяньи оспой. Когда-то в 80-х годах были случаи, в конце 80-х были случаи заболевания на Украине, они были тоже заболевания людей, коровьей оспой. Болели доярки. Высыпания у доярок появлялись на кистях. Это вариант вот такого течения оспы. Вы знаете, что оспа во всем мире была ликвидирована и в 78-м году, если мне память не изменяет, ОС объявила о ликвидации оспы на земном шаре натуральной. Ну вот наше поколение, у нас у всех есть следы от оспопрививания. У молодых у вас уже этого следов нет, у вас есть только следы от МОНТУ, от БЦЖ, извините. А оспопрививание после 78-го года уже в мире не проводилось. То есть натуральная оспа была ликвидирована. Ветряная оспа существует. Ну вот по тем данным, которые мы знаем, значит заболевание коровьей, то есть оспой обезьян, протекает не так бурно, как протекает натуральная оспа. И считается, что если человек заразился непосредственно от обезьян, тогда заболевание протекает тяжелее. Все случаи, которые в Европе, там не каждый случай, могут отследить цепочку контакта с больным обезьяней оспой. То есть считается, что оккупационный период от 5 до 21 дня максимальный. И для того, чтобы заболеть оспой обезьян, необходим тесный, достаточно длительный физический контакт с заболевшим человеком, в том числе и с тателой, половой контакт. То есть это тоже имеет место. То есть при таком физическом контакте. Пока в Украине случаев заболевания не зарегистрировано, но информация у нас есть. То есть заболевание в принципе может относиться, пока непонятно, как оно будет дальше протекать, но пока роста значительного нет. Но во всяком случае, это воздушно-капельный путь тоже возможен, кроме физического пути, контактного пути. Поэтому, если поступает пациент с подозрением на оспу обезьян, тогда принимаются все противопедемические мероприятия проводятся, включая защитную одежду для персонала, потому что это персонал первый, кто сталкивается с пациентом. Пока другой информации, ну вы знаете, это информация общая, которую обнародовала ОСП, пока вот такая информация. Никакого такого значительного роста по сравнению с тем периодным временем, когда объявили о наличии обезьяньи ОСП, пока нет.